Мы вместе с каналом ТНТ взяли этот тренд кулинарии и интегрировали в этот тренд меня. Потому что она очень интересная, она живая. Она еще и готовила для меня, то есть мы пробовали ей еду, приготовленную ее руками. У меня на теле есть шрам от готовки. Мне папа всегда готовил завтрак по-кселянски. Любимое блюдо у меня семга запечана в духовочке вместе с рисом ризотто. А у тебя какое любимое блюдо? Шоколадный торт. В такой ракушечке нужно сербать, блин, это вообще ужасно. Вишня Ньюс Всем привет, меня зовут Светя Кейк, это Вишня Ньюс. И мы находимся на супер-классной премьере шоу «Бузова на кухне». Как пришла идея этого проекта? Ну, идея вообще кулинарного шоу, она не нова. Но нам показалось, такой формат просто пришел в голову, мы фантазировали. Нам показалось это очень интересно, совместить Олю и наших шеф-поваров, которые мы любим, понимаем, знаем. И мне кажется, это хорошая мысль. А почему именно Оля ведущая? Ну, она очень... потому что она очень интересная, она живая, она хорошая. Мне кажется, зрителям интересно увидеть ее в новом качестве. Расскажите, как вы познакомились с Олей? Ну, я с ней лично не знакома сегодня, увидела ее впервые в жизни, как раз-таки на презентации этого нового шоу. Тогда как ощущения? Ой, это просто невероятно, потому что обычно я вижу ее на ТНТ, телеканалы, где она поет. А здесь я увидела вживую, так она еще и готовила для меня. То есть мы пробовали ей еду, приготовленную ее руками, но это просто невероятно. Я, наверное, год назад, мы тогда очень-очень много коллабили со всякими звездами, артистами. Вот, и она приехала к нам в дом, и там мы познакомились, снимали тиктоков. На самом деле я не знакома с Олей Бузовой, вот, и мне очень хочется на нее посмотреть вживую, никогда ее не видела. И просто хочется классно провести время, посмотреть, может быть, что-то взять на заметочку для своих кулинарных способностей. Ой, с Олей мы познакомились года четыре назад, может, чуть больше на, по-моему, прям хорошо познакомились на открытии ее ресторана Бузфуд, который был на Сестном Булеваре. Да, с Олей мы знакомы, она несколько раз приезжала к нам в дом, поэтому, да, мы хорошо дружим. А расскажи тогда, какое твое самое любимое блюдо? Это паста баланези, но только не такая классическая, а я ее делаю чуть-чуть по-другому. Меньше томатов там, чуть-чуть... Она ее очень вкусно делает. Это уже четвертый раз, любимое блюдо у меня из семга запечана в духовочке вместе с рисом ризотто. А у тебя какое любимое блюдо? Шоколадный торт. Мне папа всегда готовил завтрак по-кселянски. Это хлебушек, где нужно вырезать кружочек и туда налить яйцо. Вообще все очень вкусно и мило. А самое необычное, что ты когда-либо кушал? Мне только что задавали этот вопрос, и скорее всего это... Я не знаю, я не ем необычную еду, я не привередлив, пусть будет брокколи. Самое необычное блюдо, которое я пробовала. Знаете, всегда такие сложные вопросы, типа, расскажи что-то там самое странное, что-то что-то... Блин, я не вспомню. Ну, усредь я ела, но это не очень странно. Всяких таких морских гадов. Я не помню, как это называется, но что-то корейское, какое-то странное, просто типа тесто маленькое, острое. Может быть токпоки? Токпоки. Токпоки, токпоки, это не странно, это очень вкусно, скажу вам. Для меня это странно, но очень вкусно. Ну вот видите, то есть пленей, не знаю, конечно, ничего странного не пробовала, либо я это не воспринимаю странно, к примеру, вот что... Ну вот, Алиша воспринимает токпоки странно, а для меня это обычное блюдо, вот. Ой, честно говоря, я не люблю необычные блюда, и я даже не могу просто вот так вот вспомнить Я ем всегда что-то такое реально домашнее, и я не люблю экспериментировать, и поэтому даже не могу сказать Ну, наверное, там какие-то моллюски, либо мидии, там, нет, не мидии, а как они называются, которые вот в такой ракушечке нужно сербать Блин, это вообще ужасно Все гениальное просто, поэтому я получаю невероятное удовольствие, плюс формат интерьера мне очень близок Я давно хотела такого формата программу, но чтобы не только поговорить, поболтать, потому что мы это все любим Но еще параллельно заниматься какими-то делами, чтобы не быть без дела Чтобы что-то приготовить, посоветовать своему зрителю, что можно сделать в домашних условиях Нереально кулинарный шедевр можно делать в домашних условиях, причем с достаточно простым списком продуктов Ну и параллельно обсудить со своими героями, как у них выстраиваются отношения на кухне Мы вместе с каналом ТНТ взяли этот тренд кулинарии и интегрировали в этот тренд меня Гузова была, мне кажется, уже во многих сферах И в жанре реалити, и на коньяках, и в песенном творчестве, и актерское, и дизайн, и писатель Но вот Гузова на кухне, это то, чем я решила удивить всех своих зрителей, слушателей, поклонников В конце этого прекрасного 2021 года У меня на теле есть шрам от готовки, который я поставила себе в далеком 2012 году Когда внутренняя богиня хозяйки вселилась в меня И я поняла, что я жена, а если я жена, значит я должна Кто бы мог подумать, что у меня на руке будет шрам от кулинарии Ну вот он тоже есть Поэтому, конечно, были, это абсолютно нормально Просто сейчас, когда уже на опыте, ты себя, конечно, защищаешь и перестраховываешь Зачем вот это устраивать, забег Больше всего, больше всех досталось моей девочке Приятного аппетита Мы побывали на мероприятии у Ольги Бузовой и попробовали, как она готовит И скажу вам честно и по секрету, готовит она очень вкусно Ну а вы подписывайтесь на вишню, подписывайтесь на меня Следите за всеми обновлениями и репортажами Дальше только лучше и больше Всем пока-пока, с вами была Свитя Кей Смотрите вишню